Всем привет! Добро пожаловать на Техноарену, канал посвященный новым и популярным смартфонам и сопутствующим им устройствам. Здесь вас всегда ждет множество интересных видео с обзорами, сравнениями и топовыми подборками. Если вам не безразличны современные мобильные гаджеты, оставайтесь с нами, скучно не будет. Темой моего сегодняшнего обзора стали смартфоны с наилучшей производительностью. В этом видео я представлю вам 10 мощных моделей смартов, лидирующих на настоящий момент в рейтинге NTU. Все эти гаджеты созданы на базе мощного топового 5G процессора Snapdragon 888 с 5-нанометровым техпроцессом. В его состав входит 8 ядер Cryo 680, разделенные на 3 кластера с максимальной тактовой частотой до 2,84 ГГц. В качестве графической составляющей выступает шустрый чип Adreno 660 с тактовой частотой до 840 МГц. Оперативка и флеш-память представлены свежими высокоскоростными стандартами LPDDR5 и UFC 3.1 соответственно. Все смарты, вошедшие в топ, оснащены качественными стереодинамиками, чипом NFC и модулем Bluetooth 5.2. Единственным исключением является модель, занимающая первое место. У нее Bluetooth версии 5.1. В рамках обзора я расскажу вам, чем еще могут похвастаться эти гаджеты помимо мощной начинки. Основные технические параметры рассматриваемых смартфонов вы увидите на экране. А познакомиться с этими устройствами поближе, в том числе и узнать их актуальную стоимость вы сможете по ссылкам на проверенные интернет-магазины, которые я оставлю для вас в описании под роликом. Итак, устраивайтесь поудобнее, представляю вам топ-10 производительных смартов по результатам теста NTTU. Желаю вам приятного просмотра, буду очень благодарен за лайк и подписку на наш канал. Десятую строчку рейтинга занимает флагманский смартфон Xiaomi Redmi K40 Pro с конфигурацией памяти 8 плюс 128 гигабайт. В тесте NTTU он набирает 778 372 балла. Гаджет без труда справляется со всеми поставленными задачами, тянет любые игры и приложения, а запаса его производительности хватит как минимум еще на несколько лет. Смарт примечателен плоским 120-герцовым S-AMOLED-экраном диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1300 нит, частотой дискретизации 360 герц, высокой контрастностью и точной цветопередачей. Дисплей представлен панелью производства Samsung, выполненной из инновационного светоизлучающего оптического материала i4, благодаря которому экран отличается не только шикарным качеством изображения, но и экономичным энергопотреблением. Достоинством смарта также относится быстрый и точный боковой дактилоскоп. Хорошая батарея 4520 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт и набор достойно снимающих камер из фронталки 20 мегапикселей и основной тройной камеры 64 мегапикселя с поддержкой записи видео 8К. На девятой строчке размещается упрощенный флагман Xiaomi Mi 11i с конфигурацией памяти 8 плюс 256 гигабайт, набирающей в тесте NTU 781429 баллов и справляющейся с задачами любой сложности. Этот смарт является глобальной версией китайского Redmi K40 Pro Plus. От рассмотренной ранее бесплюсовой модели этот гаджет отличается главным сенсором тыльной камеры. Здесь он имеет разрешение 108 мегапикселей и поддерживает биннинг 9 в 1. В остальном же упомянутые модели идентичны. Тот же продвинутый экран с матрицей S AMOLED E4 от Samsung. Та же долгоиграющая батарея с быстрой зарядкой и так далее. Восьмую позицию в рейтинге занимает флагман Samsung Galaxy S21 Ultra 5G с конфигурацией памяти 12 плюс 256 гигабайт. Гаджет набирает в тесте NTU 781833 балла. Устройство характеризуется стабильной работой системы и отличным быстродействием. Тянет любые игры на максималках, а также демонстрирует шуструю работу графики и плавность изображения. Смарт может похвастаться кучей наворотов, главными из которых являются, во-первых, превосходный адаптивный экран E4 диагональю 6,8 дюйма с матрицей Dynamic AMOLED 2X, разрешением WQHD+, частотой обновления в диапазоне от 10 до 120 Гц, пиковой яркостью 1500 нит и встроенным ультразвуковым дактилоскопом. Во-вторых, набором классных камер, представленных фронталкой 40 мегапикселей и основной квадрокамерой с главным шириком 108 мегапикселей, ультрашириком 12 мегапикселей и парой отличных друг от друга 10-мегапиксельных телевиков с 3-х и 10-ти кратным оптическим зумом. Тыльная камера примечательна оптостабом, фазовым и лазерным автофокусом, зумом до 100 крат и поддержкой записи видео 8К. Модель оснащена умной батареей 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 25 Вт, а также беспроводных, быстрой 15 Вт и обратной. Смарт совместим со стилусом, имеет разъем USB Type-C, стандарта USB 3.2 и влагозащиту IP68. На седьмой строчке находится крутой флагман Xiaomi Mi 11 с конфигурацией памяти 8 плюс 256 гигабайт. В тесте NT2 он набирает 782521 балл. Для этого смарта нет невыполнимых задач. Сочетание мощной начинки с одним из лучших существующих дисплеев делает этот гаджет оптимально подходящим для гейминга. Смарт позволяет забыть об ограничениях по графическим настройкам, падении частоты кадров и подвисаниях. Установленный здесь шикарный изогнутый с четырех сторон AMOLED-экран диагональю 6,81 дюйма представлен панелью Samsung E4 и имеет разрешение WQHD+, или 2К, адаптивную частоту обновления от 30 до 120 Гц и частоту дискретизации до 480 Гц. К прочим фишкам дисплея относится глубина цвета 10 бит, высокая контрастность, пиковая яркость 1500 нит и встроенный оптический дактилоскоп с пульсометром. Среди особенностей модели стоит отметить продвинутую основную тройную камеру 108 мегапикселей с поддержкой съемки видео 8К, оптостабом и зумом до 30 крат. Гаджет имеет хорошую снимающую фронталку 20 мегапикселей и приличную батарею 4600 мАч с поддержкой зарядок трех типов, сверхбыстрых 55 и 50 Вт, по проводу и без него соответственно, и обратный беспроводной 10 Вт. Шестое место рейтинга достается флагману OnePlus 9 Pro с конфигурацией памяти 12 плюс 256 ГБ. Ссылки на него, как и на все другие модели смартов, из этого обзора вы найдете в описании под роликом. В тесте NTTU устройство набирает 793 620 баллов и идеально подходит для гейминга. Здесь установлен адаптивный 120 Гц экран диагональю 6,7 дюйма с матрицей Fluid 2 AMOLED. Разрешением QHD+, глубиной цвета 10 бит, частотой дискретизации 360 Гц, пиковой яркостью 1300 нит и встроенным оптическим дактилоскопом. Экран создан на основе низкотемпературного поликристаллического оксида LTPO, что значительно повышает его энергоэффективность. Тандем мощного чипсета и дисплея шикарного качества обеспечивает высокую частоту кадров, превосходную плавность изображения и отсутствие задержек. Гаджет примечателен набором хороших камер. В него входят прилично снимающая фронталка 16 мегапикселей и качественно настроенная компания Hazelblatt основная квадрокамера с нестандартным комплектом сенсоров, включающих ширик 48 мегапикселей, ультраширик 50 мегапикселей, телевик 8 мегапикселей и черно-белый модуль 2 мегапикселя. Есть поддержка записи видео 8К, автостаб и оптический зум, двухтональная LED вспышка и всенаправленный автофокус. К основным преимуществам смарта также относится влагозащита IP68, разъем USB Type-C стандарта USB 3.1 и емкая батарея 4500 мАч, состоящая из двух элементов по 2250 мАч каждый, что позволяет вдвое повысить скорость зарядки. Устройство поддерживает сверхмощные зарядки двух типов, проводную 65 Вт и беспроводную 50 Вт. На пятой строчке разместился Uber Fragment Xiaomi Mi 11 Ultra с конфигурацией памяти 12 плюс 256 гигабайт, набирающей в тесте NT2 797194 балла. Повышенной производительности и стабильности работы смарта способствует эффективная система охлаждения трехфазного типа. По своему оснащению гаджет максимально не фарширован. Здесь установлен изогнутый с четырех сторон экран превосходного качества диагональю 6,81 дюйма с матрицей AMOLED i4, разрешением WQHD+, адаптивной частотой обновления от 30 до 120 Гц, частотой дискретизации 480 Гц, а также высокой контрастностью и пиковой яркостью 1700 нит. Он способен отобразить более 1 миллиарда цветов. В экран встроенный оптический дактилоскоп с пульсометром и качественная фронталка 20 мегапикселей. Основная камера представлена крутым набором из трех сенсоров огромного размера с широкими фото и видео возможностями. Это ширик 50 мегапикселей и 48 мегапиксельный ультраширик и перископический телевик. Тыльная камера имеет поддержку записи видео в 8К, а также оснащена фазовым и лазерным автофокусом, зумом до 120 крат, автостабом и двутональной LED-вспышкой. По соседству с задней камерой размещается дополнительный AMOLED-экранчик диагональю 1,1 дюйма. Он позволяет снять селфи тыльной камерой и посмотреть данные с рабочего стола основного дисплея, уведомления, время или уровень заряда. Smart получил влагозащиту IP68 и солидную батарею 5000 мА в час. С поддержкой проводной и беспроводной турбозарядки 67 Вт и беспроводной обратной 10 Вт. На четвертой строке рейтинга среднеклассный полуфлагман Realme GT с конфигурацией памяти 12 плюс 256 гигабайт. В тесте N2T он набирает 813 851 балл. Этот представитель гоночной серии брендовых смартов имеет хорошее, но в целом незамысловатое оснащение, на фоне которого такая производительность кажется просто фантастической. Система работает стабильно, троттлинга практически нет. Смарт демонстрирует отличные охлаждающие эффекты, что обеспечивает ему хорошие игровые возможности. Охлаждение представлено многослойной системой, полностью покрывающей площадь возможного нагрева. Комфортному геймингу способствует и установленный качественный 120 герцовый S-AMOLED экран диагональю 6,43 дюйма с разрешением Full HD+, частотой дискретизации 360 Гц и насыщенной цветопередачей. В экран встроенный оптический дактилоскоп и неплохая фронталка 16 мегапикселей. Основная тройная камера 64 мегапикселя поддерживает съемку видео 4К и оснащена двутональной LED-вспышкой. За автономность отвечает батарея 4500 мАч с поддержкой скоростной зарядки 65 Вт и есть миниджек. Тройку лидеров открывает флагман Vivo IQOO7 с конфигурацией памяти 8 плюс 128 гигабайт, набирающей в тесте NTU-TU 815 343 балла. Гаджет ориентирован на геймеров, но придется по вкусу и просто технически продвинутым пользователям. Помимо суперпроизводительного железа с качественной системой жидкостного охлаждения и огромной испарительной камерой, модель может похвастаться классным 120 Гц Амолед-экраном диагональю 6,62 дюйма с разрешением Full HD+, очень высокой контрастностью, пиковой яркостью 1300 нит и впечатляющей частотой дискретизации до 1000 Гц, обеспечивающей без преувеличения мгновенный отклик. Другой особенностью гаджета является поддержка гипербыстрой зарядки 120 Вт. Установленная двойная батарея имеет скромную по нынешним меркам емкость 4000 мАч, но зато и на ее полную подзарядку уходит всего 15 минут. Отмечу, что 120-ваттная зарядка поддерживается моделью с китайской прошивкой. В международной версии максимальная мощность зарядки составляет 66 Вт. Основная камера имеет три модуля – это ширик 48 Мп с оптостабом и 13-мегапиксельный ультраширик и телевик с двукратным оптическим зумом. Камера умеет снимать видео 4К и оснащена двутональной LED-спышкой. Фронталка представлена сенсором 16 Мп. Дактилоскоп оптический, встроенный в дисплей. Почетное второе место достается геймерскому флагману Asus ROG Phone 5 с конфигурацией памяти 16 плюс 256 гигабайт, который набирает в тесте NTTU 815628 баллов. В отличие от смарта с предыдущей строчки универсальным этот гаджет не назовешь. Здесь все заточено под гейминг от оснащения до внешнего дизайна. Поэтому интересной эта модель будет только хардкорным игроманом, которые безусловно оценят ее по достоинству. Мега-производительная начинка здесь дополняется адаптивным 144 герцовым i4 AMOLED-экраном безупречного качества. Диагональю 6,78 дюйма с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1200 нит, скоростью отклика 1 мс, частотой дискретизации 300 Гц и глубиной цвета 10 бит. Продолжительную автономную работу гаджета обеспечивает солидная двойная батарея 6000 мАч. С поддержкой быстрой и обратной зарядок мощностью 65 и 10 Вт соответственно. Основная тройная камера 64 мегапикселя имеет трехосную EIS и поддерживает запись видео 8К. Фронталка 24 мегапикселя помещена в верхнюю рамку над экраном. Есть дополнительный боковой разъем USB Type-C стандарта USB 3.1, миниджек и аксессуарный разъем, а также система из четырех микрофонов и экранный оптический дактилоскоп. Лидером по производительности на текущий момент является игровой флагман ZTE Nubia Red Magic 6 с конфигурацией памяти 16 плюс 256 гигабайт. В тесте NTU он набирает 842 168 баллов. Мощности гаджета хватает на беспроблемный гейминг любой тяжести на самых высоких настройках. Предусмотрена эффективная система жидкостного охлаждения со встроенным турбовентилятором. Модель оснащена уникальным красочным AMOLED-экраном диагональю 6,8 дюйма с адаптивной частотой обновления до 165 Гц и частотой дискретизации 500 Гц для одиночных касаний и 360 Гц для множественных. Дисплей имеет разрешение Full HD+, и поддерживает отображение 1 миллиарда цветов. К достоинствам смарта также относятся отзывчивые клавиши-триггеры. С частотой опроса 400 Гц и хорошая батарея 5050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 66 Вт. Есть миниджек, разъем USB Type-C стандарта USB 3.0, экранный оптический дактилоскоп и неожиданно хорошая фронталка 8 мегапикселей. Основная камера имеет три сенсора. Это ширик 64 мегапикселя, ультраширик 8 мегапикселей и макромодуль 2 мегапикселя. Имеется поддержка съемки видео в 8К. На этом мой обзор подходит к концу. Благодарю всех за просмотр. Надеюсь, что вы поставите лайк этому видео. Также приглашаю вас подписаться на наш канал, если вы еще не сделали этого раньше. На техноарене вы всегда найдете интересные видео обзоры, посвященные современным смартфонам и не только. Присоединяйтесь, смотрите видео от нашего канала и не пропускайте новые выпуски. Свежий ролик уже на подходе, а этот обзор завершен. Напоминаю, что ссылки на все смарты из этого рейтинга ждут вас в описании под видео. Всем спасибо за внимание, до новых встреч на техноарене. Жду вас снова на нашем канале. Всем добра и удачи, пока!